Я открыта и восприимчива ко всему хорошему. Я открыта и восприимчива ко всему хорошему. Что вы чувствуете? Для всех ли это замечательно, произносить такие слова? Слишком часто люди, придя ко мне на семинар по процветанию, садятся, скрестив руки. Как же можно впустить добро внутрь себя, если вы закрыты? А ведь это такой замечательный, символический жест. Я открыта и восприимчива ко всему хорошему. Не капельки добра, а ко всему хорошему. Когда вы пользуетесь этим жестом, Вселенная замечает это. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Мы попробуем определить, что мешает вашему процветанию. Многие люди думают, что процветание – это только деньги. На самом деле, существует и много других аспектов процветания. Это и время, и любовь, и успех, и радость, и комфорт. Это мудрость, красота, хорошее здоровье. И, конечно же, деньги. Например, вам всегда не хватает времени, или если вы всегда опаздываете, исчерпаете весь лимит времени и испытываете давление от этого, значит, вы бедны времени. Если вы считаете, что вам принадлежит все время мира, что вы все заканчиваете вовремя, и все происходит в нужное время, тогда вы действительно процветаете. А что с успехом? Думаете ли вы, что успех недостижим? Тогда вы никогда его не достигнете. А если чувствуете, что можете быть успешны во всем, значит, вы процветаете. Комфорт. Кто из вас живет в комфорте? Или вы ведете совершенно дискомфортную жизнь? Трудную и напряженную? А мудрость? Чувствуете ли вы себя процветающими в этом аспекте жизни? Доступна ли вам вся мудрость мира? Или вам кажется, что вы ничего не знаете, ничего не можете понять? Но чувство, что вы действительно едины со Вселенной, и можете ей доверять, находится глубоко внутри вас. Вы можете быть абсолютно процветающим человеком, принимая все изобилие Вселенной. А любовь? Ощущаете ли вы изобилие любви, протекающей сквозь вас? Или вам ее недостаточно? Или у вас в жизни ее почти нет? Вы бедны любовью? А как обстоят дела с радостью? Окупаетесь ли вы в море радости? Или едва позволяете себе чуть-чуть порадоваться? Тогда вы просто безрадостны нищей. А красота? Видите ли вы? Во всем красоту позволяете ли вы себе щедрость ощущать ее? А вот что о здоровье? Оно у вас плохое? Или так себе? Может быть, вы богаты здоровьем? Или даже процветаете? И у вас могучее здоровье? Ну и, конечно же, деньги. Конечно же, деньги. Сколько денег вы позволяете себе иметь? Их мало у вас? Или изобилие денег? Я люблю использовать в образе любви океан. Вы стоите перед океаном любви, с контейнером в руках, и черпаете из него. Но что это за контейнер? Дерявая коробка? Маленькая треснутая чашка? Кружка? Ваза? Кувшин? Ведро или бочка? Может быть, ванна или целый водопровод? Помните, не важно, какой у вас контейнер, сколько у вас любви, сколько вы берете из океана жизни, и даже если мы все черпаем из него, мы никого не обворовываем. Изобилие есть для всех. И не важно, сколько мы возьмем, океан никогда не пересохнет. Это абсолютно невозможно. Вы можете себя представить стоящими у океана жизни, а контейнер в ваших руках – это ваше сознание. А сознание вы всегда можете изменить. Неважно, откуда вы родом, из богатства или из нищеты, в какой семье вы родились, какие убеждения были у ваших родителей. Ничто не имеет значения, так как это ваше сознание. То, во что вы выбираете верить, что думаете о процветании, это ваша способность принимать его. Вот что будет создавать вашу жизнь. Все это не имеет ничего общего с усилиями обеспечения. «Я хочу получить то, достать это». Нужно любить себя и позволить себе иметь все, что вам необходимо. А это совершенно другой подход. Если у вас нет того, чего бы вам хотелось, это означает, что на каком-то уровне вы себе просто не позволяете это принять. Видите ли, эта жизнь существует для нас. Она для нас, для того, чтобы всеми способами поддерживать нас. Но помните, что мы отдаем, то и получаем. Если мы скупы по отношению к жизни, жизнь будет скупа с нами. Это так просто. Если мы будем воровать у жизни, жизнь будет воровать у нас. Я знаю, что в магазинах часто воруют. И если вы приносите домой скрепки из офиса, это тоже нечестная игра. Или работает все то же правило. Что вы отдаете, то и получаете. Это как будто вы заявляете во Вселенную. «Я не могу этого себе позволить. У меня нет возможности это купить. Поэтому мне нужно это у кого-то взять». Это нищенское мышление. Оно никогда-никогда не создает процветание. Жизнь существует для нас. И на этой планете невероятное изобилие всего. Иногда мы видим лишнюю хватку чего-то, но изобилие здесь огромное. Только подумайте, на этой планете так много еды, что мы на самом деле можем прокормить каждого. Да, это правда, что есть люди, которые голодают. Но это не из-за нехватки пищи. И мы часто сжигаем урожай в своей стране лишь за тем, чтобы поднять цены. И если люди голодают, то это из-за недостатка любви, из-за того, что люди позволяют таким вещам случаться. На этой планете абсолютное изобилие денег. Денег так много, что мы не можем сосчитать их все. Правда, и то, что у многих людей денег очень мало. Но это не имеет никакого отношения к количеству денег. Это лишь недостаток сознания. Это неприятие. Это мысль. Я не заслужил. Я не заработал. На этой планете живут миллиарды людей, но есть люди, которые говорят, что они одиноки. Это не имеет никакого отношения к количеству людей. Это происходит потому, что мы строим вокруг себя стены, не позволяя любви войти в нашу жизнь. На этой планете изобилие воздуха. Подумайте, как бесценен воздух, которым мы дышим. Но мы без всяких условий верим, что за каждым вдохом последуют следующие. А если его не будет, то мы не проживем у трех минут, даже не выйдем из этой комнаты живыми. И несмотря на это, мы настолько, безусловно, верим, что всегда будет следующий вдох, что я никому не говорю, не дышите, а то мне не хватит. Подумайте, если только самого драгоценного воздуха достаточно для всех, и он дал нам в таком изобилии, что его хватит каждому до конца жизни, почему же мы не верим, что Вселенная и обо всем другом позаботится? Когда вы испытываете такого рода страхи, очень хорошо читать главу 6 Евангелия от Матфея. Сила, которая нас создала, все приготовила для нас. И только лишь мы считаем, чего мы заслуживаем, и что принимать, и что нам нужно делать. То, на чем мы концентрируем внимание, увеличивается. Нужно быть очень осторожными, чтобы не концентрироваться на нехватке, долгах, болезнях и негативе. Иначе это будет увеличиваться в нашей жизни и расти. Если вы будете концентрировать внимание на счетах и рассматривать их как врагов, они станут врагами. И вам никогда не хватит средств, чтобы заплатить по всем счетам. Счета – это замечательная вещь. Они означают, что люди доверяют вам, предоставляя свои услуги и товары, зная, что мы в состоянии их оплатить. Так давайте встречать счета с любовью. Когда вы подписываете счета или оплачиваете их, радуйтесь, просто радуйтесь, что вы в состоянии сделать это. Помните, что мы отправляем, то и получаем. Перестаньте думать, «О, Боже, за что опять такие счета?» Начните чувствовать свободный поток, текущий к вам через ваши счета и через вас. Очень важно наше восприятие самих себя. Положительное восприятие себя – путь к процветанию. С этого начинается процветание, не важно, сколько у вас денег. Но если вы недовольны собой, вы не сможете ими наслаждаться. Посмотрите на свою жизнь. Все, что вы имеете в своей жизни, есть отражение того, чего, по вашему мнению, вы в этой жизни заслуживаете. Это отражение той правды о себе, которую вы верите. Посмотрите на свой дом. Это то место, в котором вы любите жить. Он удобен и радостен? Или он грязный и беспорядочный? Подумайте о своей машине. Нравится она вам или нет? Верно ли она отражает вашу любовь к себе? А ваша одежда? Она неприятна для вас, но вам приходится ее носить? Или она вас радует, ведь это снова отражение вас самих? А что с вашим банковским счетом? В каком он состоянии? Что вы чувствуете? Вы дружите с деньгами? Они ваши друзья или ваши враги? Все это очень важно, так как все, что мы имеем в жизни, есть отражение нас самих. Помните, где бы мы ни были, что бы ни происходило, это отражение нас самих. Это лишь мысль, а мысль можно изменить. Это то, во что вы верите о себе, о жизни, и что, по вашему мнению, заслуживаете. А сейчас давайте достанем зеркала. Драгоценные зеркала, которые так прекрасны. А кто из вас ежедневно работает с зеркалами? Да, немного. А кто никогда не работал с зеркалом? О, прекрасно. Тогда это будет для вас интереснейший опыт. Причина, по которой я так люблю зеркала, в том, что они заставляют нас двигаться вперед, показывая молниеносно те наши убеждения, что работают против нас. Давайте сейчас посмотрим в зеркало. Посмотрите себе в глаза и скажите, мой самый величайший страх относительно денег заключается в том, что... Отметьте, что поднимается в душе. Какие страхи? Какие чувства? Какой ответ приходит? Ну, давайте поделимся. Да, вот вы, пожалуйста. Мой величайший страх относительно денег заключается в том, что их у меня могут отнять, или что обо мне не позаботятся, или что мне не хватит денег. Я много работаю с зеркалом, с процветанием. Кто у вас забирал деньги, когда вы были маленькой? Мои родители меня слишком контролировали, особенно в деньгах. Они не позволяли мне тратить деньги, как я хотела. Отец очень боялся разориться. Это было давно, но я знаю об этом, и это преследует меня. Вы можете его простить за это? Мне трудно, но я пытаюсь. Видите ли, ваша свобода в деньгах на этом построена. Ваш отец в то время делал все от него зависящее. Его, вероятно, вырастили в атмосфере вины, поэтому он точно так же манипулировал вами в отношении денег. Интересно, что вы пришли на этот семинар, чтобы узнать больше о деньгах, которых у вас в настоящее время много. У многих здесь их просто нет. Вы знаете, когда я начинаю с этим работать, я испытываю сильное беспокойство, становится страшно, начинаются сердечные приступы и так далее. Я ощущаю это физически. У вас когда-нибудь в жизни не было ни гроша? Нет. Никогда. Мне всегда удавалось достаточно зарабатывать и обеспечивать свою жизнь и жизнь всех, с кем я живу. Да. Да, вы можете о себе позаботиться. Деньги всегда есть. Это лишь мой страх, что их может не быть. У меня всегда все было. Я всегда могла себе позволить хорошую одежду и еду. Да, да, у вас просто страх, недоверие. Кому вы не доверяете? Своему отцу или себе? Я не верю самой себе. И все же вы очень хорошо управляетесь деньгами. Ну, может, года полтора назад была трудная ситуация. Но я всегда боюсь. Боюсь потерять деньги. Боюсь остаться без денег. Мне кажется, если вам дать пять долларов, то вы на них очень хорошо проживете целый месяц. Но это еще вопрос. У меня такое чувство. Я чувствую, что у вас есть внутренние ресурсы. Вы очень умный человек. Вы могли бы начать и совсем без денег. Но для начала вам достаточно пяти долларов, чтобы прожить на них целый месяц. помните, деньги – это средство обмена. Сами по себе они не имеют значения. Это мы придаем им столько значения. Итак, ваш страх заключается в том, что вас не позаботятся. С этим все ясно. Ну, давайте еще послушаем. Ну, вот вы, пожалуйста. Мне всегда кажется, что я буду голодать. А вы когда-нибудь голодали? Нет. А ваш отец или мать голодали? Попадали в депрессию? Нет, я думаю, что нет. Но это, я думаю, старый страх. Возможно, будучи ребенком, мы слышали о нем от своих родителей и переняли его у них. Но это замечательно, что вы его обнаружили. Когда вы работаете с зеркалом, возникают различные мысли. Хорошо бы их записывать. Когда произносите свои аффирмации перед зеркалом, держите карандаш и бумагу на готове. Записывайте любые мысли. В один прекрасный день вы их перечитаете и удивитесь тому, о чем вы думали. Вы поймете, почему у вас не было процветания, которое вы так желали. Если не замечать своего собственного негативного послания, очень трудно изменить его. Но большинство из нас, слыша свои негативные мысли, пытается убежать от них любыми способами. Появляются чрезвычайные обстоятельства, наркотики, алкоголь, пищевые излишества и так далее. Люди находят любые причины, чтобы уйти от этих посланий, вместо того, чтобы принять их, исследовать, изменить и перестать в них верить. Помните, это лишь мысль, а мысль можно изменить. Некоторые говорят, что это трудно. Страх — это чувства, а чувства — это мысли, движущиеся в теле. Вот что это такое. У мысли нет своей сущности. Мы думаем о чувствах и пугаемся этого чувства, пытаемся убежать от него. Но нужно осознать, что это всего лишь мысль, движущаяся в теле. А мысль можно изменить. Вы можете говорить, «Я отказываюсь об этом думать и этому верить». Я отказываюсь чувствовать, что потеряю деньги. Я хочу чувствовать изобилие и процветание во всех сферах своей деятельности. Я выбираю верить, что Вселенная несет для меня изобилие, процветание, любовь, успех, радость. Я очень талантливый человек. Я сама создаю свою жизнь. А Вселенная любит и поддерживает меня. Для меня есть все, что есть, и все, что есть для меня. Нам нужно изменить мысли, причем сделать это добровольно. Мы несем ответственность за свою жизнь. Это мы думаем свои мысли, а не кто-либо другой. У нас есть возможность выбирать, что думать. Когда мы были маленькими, мы усвоили много всяких идей своих родителей и окружения, родственников и соседей, школы, церкви, телевидение. И мы приняли много. Разве может маленький ребенок сказать, это чепуха, я этому не верю. Да-да, говорили мы. Все эти идеи впитывались годами. Но мы уже не маленькие дети, мы взрослые. И нам следует выбирать, о чем мы хотим думать. Нам нужно разобраться в своих мыслях, для того, чтобы понять, что нам нужно изменить. Так, ну вот вы, пожалуйста. В моей жизни были постоянные трудности в отношениях с деньгами. Я читаю ваши книги, и они мне очень помогли. Открылись новые, неожиданные источники денег. Изменились мои привычки в отношении них. Но многие люди никак не понимают, с чего это я взяла, что заслуживаю получать много денег. Они говорят, что деньги нужно зарабатывать. Что нужно много работать. И желательно на легкой работе. Например, вроде той, что у меня. А, теперь понятно, почему они злятся на вас. Люди не очень любят тех, кто работает меньше. Но я, правда, еще кое-что делаю на работе. Не оправдывайтесь. И мне иногда начинает казаться, что я не заслуживаю тех денег, которые мне платят. Если ваше сознание достаточно чистое, что притягивает деньги без борьбы, следует любить себя. Возьмите зеркало и скажите себе, спасибо за то, что ты такая хорошая и умная. Спасибо за деньги. И вы действительно сделаете чудеса. Вам, оказывается, не нужно бороться за деньги. Если вы действительно хорошо зарабатываете, то это означает, что вы любите свою работу. И получаете деньги за эту любовь. Если вы ненавидите работу, или у вас есть убеждение, что вы не заслуживаете денег, тогда вы и не будете их иметь. А те люди, которые говорят, что нужно много работать, сами много работают и не получают таких денег, как вы, да? Если вы протянете им руку и скажете, что хотите им помочь, они гордо откажутся от помощи. Я много раз пыталась помочь людям. Я могла их научить только, если они принимали мою помощь. Но если они вместо этого пытались тащить меня вниз, я расставалась с ними. Тогда я шла работать с теми, кто действительно этого хотел. Так вы считаете, что деньги – это обмен энергией? Это энергия, это обмен услугами и больше ничего. Десятидолларовая бумажка, так же духовно, как и роза, которую можно купить на эти деньги. Это материя. Это форма, это энергия. Это не то, что мы отдаем, а то, во что мы верим. У нас так много косности в отношении денег. Легче вести курс по сексуальности, чем по деньгам. Как только наши убеждения о деньгах колеблются, мы становимся раздражительными, чувствуем себя ужасно. Стоит лишь сказать, я хочу процветания. Как вырастают всяческие преграды, и мы начинаем бороться. Да, значит, ничего страшного, что я хорошо зарабатываю без усилий. Ну, вам, конечно же, не нужно мое одобрение, чтобы жить хорошо. То, во что я верю, не имеет значения для вас. Если у вас получается, наслаждайтесь жизнью. Не слушайте никакого брюзгу, говорящего о том, как вам нужно жить. Если в вашей жизни есть любовь, не слушайте поучения одинокого несчастного человека. Если в вашей жизни есть деньги, не позволяйте бедному человеку советовать вам, как нужно жить. Это очень часто имеет отношение к вашим родителям. Предположим, у ваших родителей жизнь была ужасной, трудной, несчастной. А сейчас они учат вас, как надо жить. Если хотите прислушиваться к кому-либо, пусть это будут те, кто знает, как жить и что делать. И слушайте тех, кто доказал свое умение жить. Ну, а теперь вы. Когда я смотрела в зеркало, ответ был, что денег всегда не хватает. Это от моих родителей, у них никогда не было достаточно денег. Правильно, вы выросли и жили в недостатке. Да, правильно. Проблема в том, что у моего дяди миллионы, а он всегда плохо относится к бедным. А какая разница? Есть бедные люди, которые плохо относятся к другим. Но это не имеет отношения к деньгам. Вы сказали, что в детстве в вашей семье не хватало денег. Это не значит, что было мало денег. Это лишь говорит о том, что мало денег было в вашей семье. Это отношение вашей семьи к деньгам. Причем тут дядя? Как я уже сказала, процветание для меня начинается с чувства самоудовлетворения. Если вы довольны собой, вы процветаете, даже если у вас не очень много денег. А угрюмые, нечестные люди совсем не знают, как любить себя. Все, что они делают, это выражает свою собственную боль в отношении себя. Ну, а теперь вы. Когда я смотрела в зеркало, я чувствовала неуверенность и страх. Я боялась. У меня было много денег после смерти отца в прошлом году. И я раздала унаследованные мною деньги по 2000 долларов матери, сестре. Да, я оставила какие-то деньги из себя. Но я испытываю чувство страха, потому что считаю, будто я недостойна этих денег. Да, это чувство вины перед отцом, чьи деньги вы когда-то унаследовали. Но у вас не было шанса изменить что-то в ваших отношениях, то, что вас когда-то тяготило. Зачем нужно испытывать эти чувства вины? Ведь вы могли бы положить деньги, скажем, в банк, хотя бы на год, пока не разберетесь со всеми своими заморочками. А разобравшись с ними, можно было бы получать от этих денег удовольствие. Мне кажется, что каждый раз, когда у вас возникает чувство вины, вы раздаете деньги. Да, в моей жизни всегда есть люди, у которых много проблем, которым нужно помогать. Но, конечно, я должна им помогать. А, конечно, конечно. Они приходят к вам на запах вашей вины из-за денег. Они даже не обмолвятся с вами о своих денежных проблемах, а вы уже им помогаете. Вам нужно осознать, что вы заслуживаете иметь эти деньги. Если у вас были проблемы с отцом, мысленно поговорите с ним, простите его и себя, выясните все и скажите ему, что вы его любите. Очистите свои мысли и позаботьтесь об этом. А следующий шаг – определить для себя, чего же вы заслуживаете. Помните, проблемы с недостатком денег лежат в сознании. Во что мы верим, то мы и имеем. А давать деньги людям не значит разрешать их проблемы. Самое лучшее – научить их, как создавать деньги в сознании. И тогда это – надолго. Можно иногда раздавать деньги, но это не из чувства вины. Многие люди говорят, мне нужно помогать людям. Но ведь вы тоже люди, вы – человек, и вы тоже имеете право на процветание. Я думаю, что у каждого из нас есть банковский счет в космическом банке, в ментальном космическом банке. И мы можем положить то от депозита и аффирмации положительных мыслей о том, чего мы заслуживаем. Мы исключаем из банка негативные мысли и убеждения о долгах. И это прекрасный опыт. И если мы вкладываем в банк позитивные мысли, то получим соответствующие дивиденды. Помните, ваше сознание – лучший банковский счет, который вы можете иметь. То, что вы думаете, гораздо важнее того, что у вас на счету в реальном банке. Любовь к себе приносит огромные дивиденды. Огромные. Я знаю, что многие люди расстраиваются из-за того, что не имеют фиксированные доходы. Но кто их зафиксировал? Кто зафиксировал? Это лишь наши мысли. А мысли можно изменить. Нам нужно осознать, что у нас есть безграничное количество возможностей. Вокруг нас бесконечно много возможностей. Все возможно. Например, наша работа – работа – лишь один канал из бесконечного, невообразимого источника, который включает в себя все, воздух, в котором мы дышим, растения, животных, планеты, звезды, все, что только можно вообразить. А работа – лишь один канал. Один канал, и мы можем его расширить. Фиксированные доходы были зафиксированы нами же, нашими убеждениями и нашим принятием. Мы можем расширить свои убеждения и свое принятие. И мы можем их расширить и отпустить все негативные, мешающие нам убеждения. Подумайте о деньгах, успехе, работе, счетах, долгах, энергии, жизни, отчувствовленной. Что вы чувствуете? Что думаете об этом? Что вы думаете о работе? Это что-то неприятное, через что нужно обязательно проходить? Или вы наслаждаетесь и радуетесь своей работой? А что вы думаете о долгах? Долги обременительны для вас, или вы легко можете с ними рассчитаться, не позволяя им овладеть вами? Что вы думаете о достатке? Вам всегда в жизни чего-то не хватает? Или это ушло в прошлое и не имеет сил сейчас? А что вы думаете о счетах? Видите ли вы в них бремя, или через этот кусочек бумаги кто-то выражает вам свое доверие? А зависть? Вы завидуете тем, кто много имеет? А вот о чувстве вины, вы действительно чувствуете, что ничего не достойно? Как видите, это все нищенское мышление. Любая негативная мысль о деньгах направлена на нищету. Слушайте то, что говорите. Слушайте свои мысли. Мне нравятся упражнения, когда люди вычищают свои кладовки. Пойдите почистите свои кладовки и холодильники. Избавьтесь от того, чем вы давно не пользуетесь. Продайте это, сожгите, отдайте или выбросьте. Но избавьтесь от этого, чтобы у вас было место для новых вещей. А делая это на физическом уровне, повторяйте. Я очищаю кладову из своего разума. То же самое с холодильником. Вычистите из него остатки пищи. Вычистите все. Люди с захламленными кладовками и захламленными холодильниками имеют захламленный разум. Они мыслят неясно. Ведь это символично. Все это символизирует то, о чем мы думаем. Рано утром можно произносить прекрасные аффирмации. Я люблю этот жест. Он так символичен. Он означает, что вы говорите вселенной, я готова, я готова. Говорите, я открыта к получению всего хорошего. Это замечательная аффирмация процветания. Еще одна аффирмация, которую я повторяю давно. Мой доход постоянно увеличивается. Это так просто. Мой доход постоянно увеличивается. А затем, наблюдая, как это происходит, посмотрите и вы, что получится. То, во что мы верим, свершается. Если вы произносите аффирмации, возникает негатив, скажите просто «Спасибо за участие». А «Спасибо за участие». Не нужно убегать от негатива. Нужно признать его, но не давать ему силы. Не давать ему силы. Когда вы слышите негатив, запишите его. Запишите, дайте себе возможность признать его и изменить на позитивное послание. Да. Что вы хотите сказать? Мой глубокий страх о деньгах заключается в том, что я никогда не смогу заработать достаточно денег своей карьерой. Я выросла в Беверли-Хиллз, но у меня не было столько денег, как у других. Мне всегда не хватает денег. Такое у меня чувство. И, кроме того, я часто болею. Очень часто люди с таким убеждением заболевают. Да. Очень часто люди с таким убеждением заболевают, и тогда кому-то нужно о них заботиться. Они делают все возможное, чтобы привлечь внимание к себе. Но это очень высокая цена за внимание. Какой вы хотите видеть свою жизнь? Я поняла. Я хочу от жизни добра. Я много с этим работаю, около трех лет. Сейчас я чувствую, что жизнь моя стала изобильной, наполненной любовью. Я хочу удобной жизни, чувство свободы на работе и в карьере. Я хочу работать над своей карьерой и зарабатывать много денег на жизнь. Хочу быть уверенна в своей жизни. Хорошо, почему бы вам не говорить следующей аффирмацией. Я повышаю свою квалификацию в работе, которую люблю. Я зарабатываю много денег, чтобы создать для себя удобную жизнь. И это мне нравится. Деньги мои друзья. Сегодня у меня есть все, что мне нужно. Облеките эту форму аффирмаций, повторяйте их каждый день. Как только приходят негативные мысли, просто произносите аффирмацию. И вы считаете, что если я буду повторять это ежедневно, мое убеждение, моя жизнь изменится? Вы должны научиться отпускать негативные утверждения, иначе аффирмации не будут работать. Помните, каждая мысль, о которой мы думаем, и слово, которое произносим, уже есть аффирмация, которую мы отправляем во Вселенную, и получаем обратно в виде результата. Если вы три раза повторите аффирмацию, великолепно. Но что вы делаете, о чем думаете все остальное время? Вот что важно. Я люблю себя. Я хочу уйти от прошлого. Я сама выбираю свои мысли здесь и сейчас. У меня есть любимая работа. Я зарабатываю много денег, и это радует меня. Я освобождаюсь от ограничений своих родителей. Я их отпускаю. Теперь в вашей жизни будут происходить положительные изменения. Вспомните, сколько убеждений о деньгах было у ваших родителей, и вы их переняли. Каковы были убеждения ваших родителей о деньгах? Сядьте и запишите их на листе бумаги. Во что верили мои родители в отношении денег? И дальше посмотрите на эти записи и скажите, выбираете ли вы верить в них сейчас. Я люблю слова «выбор» и «выбирать». Когда я задаю себе эти вопросы, я хочу понять и убедиться в том, что это я выбираю то, что я делаю. У меня нет необходимости делать что-то. Это мой выбор. Выбираю ли я верить в то, во что верят мои родители, или я выбираю верить во что-то другое. Мы хотим выйти за пределы ограничений своих родителей. Многие из них выросли в годы депрессии, поэтому у них было много страха. Но у нас их в прошлом уже нет. Мы ведь не они. Если вы хотите изменить свою работу, запомните, что, говоря «я ненавижу эту работу», вы никогда не получите то, чего хотите. Все, чего добьетесь, это принесете разочарование в свою новую работу. Я советую людям, прежде всего, благословить с любовью их нынешнюю работу. Поблагодарите ее за то, что она у вас была все это время. Будьте уверены, что теперь она перейдет к кому-то, кто ее будет очень любить и будет делать ее лучше вас. Затем откройтесь навстречу другой, новой работе, зная, что вам предложат то, что вы хотите. Вас ведут вместе, как на шахматной доске жизни. Мне нравится этот образ. Где вы можете сказать «Привет, вот где ты». Знаете, именно так это и происходит. У вас будет работа по вашим талантам и способностям. Вы будете наполнены радостью, работая для людей и с людьми, которых вы любите, получая при этом приличный доход. Работа будет находиться в самом прекрасном месте и только в такой атмосфере вы сможете притянуть к себе что-то замечательное. Та же самая картина с квартирой или вашим домом. Если вы хотите переехать, не проклинайте свою квартиру с нервностью. Даже если вы и найдете что-то подходящее, то тут же почувствуете разочарование, ибо это в вашем сознании. Когда вы въезжали в свою старую квартиру, она же была замечательной. Поблагодарите ее за существование, за то, что у вас было много приятных минут, и скажите «Спасибо» и выезжайте. «Я открываю себя новым возможностям, новому жилью в замечательном месте, совсем важном для меня в жизни». И скажите все, что вы хотите, и обязательно добавьте «По цене, которую я могу легко себе позволить». И повторите «По цене, которую я могу легко себе позволить». Ничего не меняйте. Говорите «По цене, которую я легко могу себе позволить». И вы удивитесь, что получите именно то, что хотите. То же самое и с машиной. Если вы ее хотите поменять, поблагодарите за то, что она была с вами. Вложите в нее всю свою любовь. Скажите «Спасибо, что ты была у меня», а я ухожу к новым возможностям. А у тебя будет кто-то другой, кто тебя будет очень любить. И чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Да, теперь вы. Я процветаю в жизни. У меня есть все, что мне необходимо. Я не чувствую нужды ни в чем. Хорошо, хорошо. Но мне трудно открыть руки и сказать, что я готов к процветанию, так как у меня есть страх, что может случиться что-то плохое. Это семейный страх? Семейный, из опыта в жизни. Безопасность для меня очень важна. То есть вот так. Вам кажется, гораздо надежнее? У меня есть страх, что я подвергаю себя опасности. Я не знаю, не знаю, мне еще кажется, что, когда я произношу аффирмации, я отвергаю какую-то часть самого себя. Как это, ну, то есть вот как мне с этим быть? Я не знаю, может быть и так. Аффирмация подобна посадке семечка в землю. Сначала все это неправда. Если бы это было правдой, то зачем аффирмации? Вы же пытаетесь зарастить то, чего у вас раньше не было. Сажая зерно в землю сразу, вы ничего не получите. Вам сначала. Нужно посадить зерно и ухаживать за ним. Чтобы привнести новое в жизнь, не надо отрицать старое. Не нужно ничего отрицать, просто отпустите то, что больше не служит вам. Вы хотите создать что-то новое в жизни? Тогда начните с новых аффирмаций. Помните, если у вас есть неудачный опыт, то на каком-то уровне он отражает вас. Нам не всегда приятно это слышать, но все в жизни есть наше отражение. Помните, если в жизни происходит что-то нехорошее, нужно заглянуть внутрь себя и спросить, что происходит со мной? Что во мне создает эту ситуацию? Какие убеждения ее порождают? Почему я считаю, что заслуживается? Иначе бы этого у меня не было. Думаю, что здесь может помочь любовь к себе, потому что этот поток любви не допустит негативного опыта. Знаете, когда я была маленькой, моя самооценка была такой низкой, что она порождала просто ужасный опыт. Ужасный опыт. И это продолжалось, пока я не научилась использовать свой разум, любить себя, привлекать в свою жизнь добро. Тогда изменился и мой жизненный опыт. Не бойтесь открыться новому опыту жизни. Жизнь может быть плохой, пока вы верите в это. И не измените внутри себя то, что притягивает этот плохой опыт. Да. Знаете, деньги не отвечают на все вопросы. Хотя мы думаем, что они решают все проблемы, но они не могут дать ответы на все наши вопросы. Пожалуйста, вы. Привет, Луиза. Привет. У меня ситуация немножко другая. У меня есть дом, в который мне нужно переехать. Хотя я люблю свой старый дом, он мне приятен. И вроде год назад уже было такое, но мне потом вроде понравилось, и вот сейчас то же самое, но мне нужно переехать. И вот я ищу эти, смотрю эти места, и уже вот месяц прошел, и хозяин уже торопится, а я все никак не могу найти себе новое жилье. Это место ищет вас. Вы должны знать, что найдете замечательное место для жизни. Сила внутри вас найдет его и предоставит вам самым удивительным способом. Я помню, когда я решила жить в Лос-Анджелесе, я шесть месяцев искала квартиру, не могла найти. Тот хлам, который мне показывали, меня не устраивал. Где же были все замечательные квартиры? Мне потребовалось шесть месяцев, пока я не нашла то, что искала. это место было прекрасно. Дело было в том, что дом еще строился все это время. Я не могла получить квартиру, пока она не была построена для меня. И когда я построили, она меня ждала. Иногда так происходит. Вы ищите, что-то и не находите. И тому есть причина. Знаете, держите в своем сознании, что найдете замечательное место, что у вас всегда есть замечательное жилище. Сделайте это своим личным законом. У меня золотое правило всегда иметь хорошее отношение с владельцами арендуемых квартир. Это упрощает жизнь и помогает найти то, что нужно. Ну, теперь тот джентльмен. Спасибо. У меня, слава Богу, много друзей, которые доставляют меня много удовольствия и поддерживают меня. Я работаю без контракта, окружающие во многом не помогают, что вызывает во мне чувство вины. Да, это ваши проблемы, а не их. Они помогают вам только за тем, чтобы что-то получить взамен? Это зависит от людей. Члены семьи ждут чего-то взамен, друзья же дают из радости давать. ну, это просто. Членам семьи дайте то, что они просят, немного любви. Если этого им мало, то это не ваша проблема, а их. Хорошо, я попробую. А если вы недостаточно хороши для них, то это их проблема, а не ваша. Бывает, что Вселенная нам многое дает, а мы начинаем бояться этого. И мы считаем, что не вправе это получать. И когда Вселенная заботится о вас, примите и просто скажите спасибо. Придет время, когда вы будете помогать другим. в моей жизни было много людей, которые мне очень помогали, а потом наступило время, когда я смогла помочь другим и вернуть свои долги во Вселенную. Все, что мы делаем, это обмениваемся процветанием. Так устроена жизнь. Когда кто-то вам что-то дает, вы, наверное, тотчас же даете назад. Вам делают подарок, а вы немедленно дарите что-то взамен. Вас приглашают на обед, а вы тут же приглашаете их на ужин. Учитесь получать, принимать, просто говорить спасибо и принимать. Вселенная хочет знать, что вы способны принимать, а не обменивать. Иногда нет необходимости возвращать вещи тому, кто вам ее дал. Вы можете подарить ее кому-то другому. Учитесь принимать. Многие из нас этого не умеют. Если вам дарят что-то, улыбнитесь и скажите спасибо. Это все, что нужно сделать. Всего лишь улыбнуться и сказать спасибо. Если вам делают подарок, а вы говорите, не тот размер, не тот цвет, я гарантирую, что вам больше не принесут подарки. И Вселенная скажет, этому человеку не надо добра. Принимайте с благодарностью. Но если эта вещь вам не подходит, отдайте ее тому, кому она нужна. то же самое с комплиментами. Если вам делают комплименты, улыбнитесь и скажите спасибо. Просто улыбнитесь и поблагодарите. Говоря о процветании, не забудьте о себе. Чем вы себя кормите? Что вы делаете для себя? Как вы о себе заботитесь? Как заботитесь о своем здоровье? Убедитесь, что у вас много любящих друзей вокруг. Уделяете ли вы себе достаточно времени? Работаете ли вы по утрам зеркала? Я очень люблю утро. Оно задает тон дню. Я говорю себе, что я могу для тебя сегодня сделать? Как я могу сделать тебя сегодня счастливой, любимая? Нам нужно быть благодарными за все, что мы имеем. Если мы будем замечать лишь то, чего у нас нет, то не сможем привлечь в свою жизнь добро. Посмотрите вокруг себя, осознайте, как много вы имеете в жизни и будьте благодарны за это. Что вы хотите спросить? Привет. Я очень счастлива. Я счастлива, но проблема в том, что я боюсь этого. Я боюсь быть счастливой. Я недавно вышла замуж и очень счастлива. И у меня чудесный ребенок, очень красивый, и я его люблю. Но я все время боюсь, что с нами что-то произойдет. Что-то произойдет, что нарушит наше счастье. Это называется текущее беспокойство и всего-то. Беспокойство всегда присутствует в нашем сознании в той или иной форме. Когда все действительно здорово, мы можем не заметить, пока оно не поднимется на поверхность. Нужно абстрагироваться от него, посмотреть вокруг и осознать, что это всего лишь беспокойство. Надо говорить, все идет хорошо, моя жизнь прекрасна, я заслуживаю, принимаю ими все, что мне нужно. Но вот и все. Вот и все, что нужно. конечно беспокойство не доумевает, как же так, я больше ей не нужна. Ну и скажите ему спасибо за участие. А мне всегда кажется, что все слишком хорошо, я волнуюсь. Ничего, повторяйте, спасибо за участие, спасибо за участие. Я всегда благодарю беспокойство за желание предупредить и защитить меня. Я говорю ему спасибо, что ты хочешь защитить, предупредить меня, спасибо тебе за это. А затем проговорю афирмацию. Но при этом я всегда знаю, что страшные мысли хотят меня защитить. Вот что такое страх. Испытывая его, вы ищите опасность, а я говорю ему спасибо. То же самое делайте и вы. Не придавайте им большого значения. Ну, а теперь вы. Привет. Я читаю ваши книги, пытаюсь практиковать, и мне это помогает. Когда я сейчас смотрела в зеркало, я ожидала увидеть страх нехватки денег. Ага. Но сейчас я испытала страх иметь деньги. Моя семья была бедна и всегда считала, что богатые люди это эгоисты и бездельники. А люди, у которых есть много денег, просто не могут быть хорошим, и у хорошего человека не должно быть кредитной карточки. самое смешное в том, что у меня одна есть. Я всегда умудрялась иметь достаточно денег для всего, что мне нужно и что я хочу. Но я боюсь, что начав слишком много зарабатывать денег, я стану слишком успешной, и тогда буду саботировать себя для того, чтобы зарабатывать лишь только на самое необходимое. я начала произносить афирмации. Вчера мне был очень нужен пылесос и пишущая машинка. Они совсем не связаны между собой. И позже, когда я ехала на машине, то случайно повернула не на ту улицу, и на углу улицы стоял пылесос, записка, бесплатно работает, возьми его. Я остановила машину и вышла. Рядом с пылесосом была пишущая машинка. А рядом стоял мужчина небольшого роста. Я спросила его, извините, это ваше? А он ответил, нет, ваше. Я их так давно не использую. Возьмите, используйте на благо. Я улыбнулась и сказала, спасибо. Вы должны быть произвели хорошие изменения в своем сознании. Как это прекрасно. Да, ну, теперь вы. Я слышу, это так здорово любить себя. Я много слышала об этом и хочу этому научиться. Но как это делать на практике? Как на самом деле любить себя? Очень хорошо. Первое, что вы должны сделать, перестаньте себя критиковать. Установите правило, что вы больше никогда этого делать не будете. И работайте над принятием себя. критиковать. Перестаньте себя критиковать, и вы будете удивлены, как это работает. Это первое на пути к себе. Знать, кто вы есть, и любить себя такую. Да, это мне нравится. Но что есть, я не могу сказать, что я люблю себя. вам нужно начать работать с этим. Начните говорить, я хочу любить себя, я хочу научиться нравиться себе. И так вы доберетесь до слов, я люблю тебя. Ты прекрасна. Это так замечательно. Но многим требуется время, так как многое мешает. Когда вы сможете это сказать, то очень удивитесь тому, что будет происходить в вашей жизни. Помните, мы всегда имеем дело с мыслями, а их можно изменить. Я люблю работать в таких группах, мы помогаем друг другу, мы затрагиваем струны своей душе глядя на других. Мы изменяем мышление и меняем реальность. Это так просто. Давайте хорошо. Мы открыты и восприимчивы с замечательным новым идеям. Мы позволяем процветанию приходить в нашу жизнь на новом уровне, на котором оно еще не находилось. Мы заслуживаем самого лучшего, и мы хотим это принять. Наш доход постоянно увеличивается. От нищенского сознания мы движемся к сознанию процветания. Мы любим себя. Мы наслаждаемся тем, кто мы есть, и знаем, что жизнь для нас. И она обеспечит нас всем необходимым. Мы двигаемся от успеха к успеху, от радости к радости, от изобилия к изобилию. Мы едины с силой, создавшей нас. мы выражаем собой все свое величие. Мы божественные, удивительные выражения жизни. Мы открыты и восприимчивы ко всему хорошему. И так оно и есть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. .